Палка, палка, гуречка, вот ты вышел, человечек, вот ты вышел, вот ты вышел, человечек. А теперь добавим ножик, получилсяосьминожек, получился, получилсяосьминожек. Слегка переиначив слова из известного мультфильма, можно одной фразой передать суть Икс Блейд. Два Ганблейда, Лара Крофт, получилось Аюми. Ну или Аниблейд, если это имя вам больше нравится. Да, не дают людям покоя лавры отважной и сексуальной расхитительницы гробниц. Вот и пробуют все, кому не лень, подражать знаменитой Ларе. Натянут на свои пышные формы стринги, причем в отличие от своего очаровательного кумира, даже не потрудившись их прикрыть. И айда искать сокровища в особо крупных размерах. А почему бы, собственно, и не поискать, раз в руки, совершенно случайно, в сказках-то по-другому и не бывает, попала карта каких-то развалин какого-то древнего храма, где спрятан какой-то магический артефакт. Вооружившись ганблейдами, поправив налитую девичью грудь, едва не вываливающуюся из бюстгальтера, вдохнув поглубже и даже не посидев на дорожку по традиции, сразу видно нерусь, помчалась она к заветным руинам. Ну а там, как и полагается, ожидает ее весь стандартный набор. Толпы монстров, крупных и поменьше, существующий-таки проклятый артефакт, кто бы сомневался, магия и обязательный выбор между добром и злом. Вот такими вот сюжетными пирогами не без гордости почуют нас ребята из Гайджин, думая, вероятно, что геймеры, слащие морковки, в жизни ничего не ели. Ну да и бог с ним с этим сторилайном. Прелесть этого проекта совсем в другом. X-Blades должен стать предметом гордости для российских патриотов. Во-первых, это отечественный продукт для консолей. Коих за все время существования индустрии в России было произведено от силы штук пять. Во-вторых, Гайджин бесстрашно ступили на исконно японское анимешно-слэшерное поле, не побоявшись конкуренции со стороны таких монстров, как Devil May Cry и Ninja Gaiden. Было бы глупо ожидать того, что консольная версия AniBlade, специально переименованная для буржуйских геймеров в X-Blades, отобьет фанатов у вышеназванных хитов. Но уже сама смелость заслуживает уважения. Побольше бы такой здоровой наглости нашим разрабам, и в ближайшее время мы получили бы еще один повод гордиться Россией. Тем более, что сейчас, во время кризиса, отечественный производитель как никогда нуждается в нашей поддержке, о чем постоянно нам твердят чиновники и политики. И ведь продукт-то неплох. И без того красивая картинка, представленная чуть больше года назад в AniBlade, только похорошела. Прекрасная прорисовка интерьеров храма действительно дает почувствовать дух таинственной древности. А симпатичный пляж словно уговаривает искупнуться в море. Да вот только назойливые стрекозы вместе с крабами отвлекают. Геймплей. А что геймплей? Рубилово оно и есть рубилово. Нет, конечно, и магия присутствует, и без элементов РПГ не обошлось. Ганблейды можно апгрейдить, собирая по частям серебряные, золотые и рубиновые монетки. А за удовольствие использовать прокаченные заклинания, будьте добры выложить энное количество собранных душ вами же убиенных врагов. Кстати, душ есть и у неодушевленных предметов, таких как древние статуи и кувшины. Вот только разбивая их, не попадитесь в руки ЮНЕСКО и других организаций по защите предметов старины. Затем на разваливаниях часовни... Простите, часовню тоже я развалил? Нет, это было до вас, в 14 веке. Но все-таки X-Blades, несмотря на все утверждения разработчиков, это прежде всего слэшер. Причем не из простых. Уже на первых локациях придется потрудиться, чтобы не погибнуть под натиском толп многочисленных врагов, что не может не порадовать ценителей жанра. Любителей совместного прохождения или других режимов мультиплеера разочаруем. Игра сюжетная, рассчитанная на прохождение одним игроком. Гайджиновцы обещают, правда, добавить многопользовательские режимы в сиквеле, но до него еще дожить нужно. Ну а пока сетевые баталии отменяются. Что действительно заслуживает всяких похвал, так это та любовь, которую игроделы вложили в свое детище. У X-Blades есть душа, и те, кто попробует поиграть, сразу же это почувствуют. Но все-таки не хватает пока российским компаниям опыта и ресурсов для создания продуктов мирового уровня, особенно в таком высококонкурентном жанре, как экшен. Трудно представить, что будет много желающих отдать 50 долларов за российский аниме-ответ Ларик Ром. Тем не менее, патриотически настроенным геймерам играть обязательно.